Возраст празднику не помеха. В преддверии Дня пожилого человека, который отмечается 1 октября, молодые люди из клуба «Открытое сердце» навестили постояльцев Богородского дома-интерната. Живут здесь пенсионеры и люди с особыми потребностями. Каждый такой визит для них уже само по себе большое событие. Я иногда жалею, конечно, у меня сейчас бабушки и дедушки нет. Может, ты в жизни что-то поменяла, может, побольше внимания бы, наверное, им уделила. Со временем, понимаешь, когда взрослеешь. В детстве же как-то этого не понимаешь. Наверное, это не объяснимо. Зачастую кажется, что бабушки и дедушки будут жить еще долго, а что визит к ним можно отсрочить. Но откладывать встречу с близкими все же не стоит. Гости интерната постарались окружить жильцов дома престарелых теплом и создать атмосферу домашнего уюта. Чтобы не забывали стариков. Ну и так уже у нас и родных не стало, никого почти не осталось. У меня один племянник, а больше никого нет. Когда навещают, приятно нам. Не забывают все же нас. Несмотря на инвалидность, Иван вот уже 4 года занимается спортом. Участвует в соревнованиях по пауэрлифтингу и толканию ядра. Стены его комнаты увешаны многочисленными медалями и грамотами. Трудно поверить, что еще 5 лет назад этот мужчина страдал алкоголизмом и курил. Хотел бы пожелать, конечно, всем, чтобы бросили вредные привычки-то. Чтобы занимались спортом-то. Вот смотри, сейчас бабушки-то 95 лет. Они уже на ходьбу занимаются ходьбой, бегом ходьбой. Как-то так называют. Мне даже очень понравился. Очень активные женщины. Активисты из клуба «Открытое сердце» устроили для дедушек и бабушек праздничный концерт. Посетили его все желающие. В программе танцевальные и вокальные номера. Если у вас есть бабушки и дедушки, не забудьте поздравить их с праздником пожилого человека в это воскресенье. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ Иванова. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!